На улице декабрь, павшая корона уже затерта до дыр, а патч 7.37 уже порядком поднадоел со своими бесконечными буквенными апдейтами. Что это значит? А это значит, что пора выкатывать следующее обновление, и я даже знаю, какое оно будет. Холодрыжество 2024 года, друзья. Собственно, сегодня я вам расскажу, чего ожидать от этого события, какие нововведения будут, и самое главное, когда это все дело выйдет, друзья. В общем, усаживайтесь поудобнее, ну а я начинаю. Итак, начнем мы, наверное, с самого главного, с даты выхода. Тут, на самом деле, вариантов осталось немного, плюс я обнаружил достаточно интересную закономерность. Вот, зацените историю патчей за последние несколько лет. Обратите внимание на буквы. Дальше английской И, которая как бы Е, в ВАВе не заходит. Идет B, C, D, E, и потом уже полноценный номерной патч, ну, либо же еще раньше. А мы с вами как раз сейчас находимся на финишной прямой, на патче 7.37E, который И. То есть, следующий патч, судя по статистике, будет уже номерным. Да, разумеется, бывали случаи, когда Valve заходили и дальше. В 2019 году патч 7.22 дошел аж до буквы H. Просто вдумайтесь, насколько это много. Но сейчас они уже таким не занимаются. Так что, чисто с точки зрения статистики, мы уже знаем, что следующий патч будет именно номерным. То есть, крупным и масштабным. С изменением меты, обилок и, возможно, даже карты. Теперь же, что касается даты. Для этого, опять же, вернемся в прошлое и посмотрим на даты выхода Холодрыжества прошлых лет. Всего их было 6 штук. И все они выходили в промежутке между 12 и 19 декабря. То есть, тут мы уже понимаем, какие даты Valve считают подходящими для рождественского ивента. Да, если вдруг кто подзабыл, я вам напомню. Холодрыжество — это все-таки событие, приуроченное именно к Рождеству. Которое обычно выходит где-то в середине декабря для поддержания, так сказать, рождественского новогоднего вайба у игроков. Так что, лично я бы выделил следующие даты. 12, 17 и 19 декабря. Valve обычно выпускают обновы по вторникам и четвергам, поэтому и выбраны именно эти даты. Теперь же перейдем к содержимому этого обновления. И тут, на самом деле, вариантов достаточно много. К примеру, в прошлом году вышло очень крутое холодрыжество с точки зрения контента. Да, там не было нового игрового режима, но была куча нововведений. Во-первых, это тематическая мега-трежерка. Ну, это тот тип сундуков, в которых предметы разделены на тиры и объединены какой-то идеей. В данном случае все сеты были в духе Рождества и Зимы. Ну, а главной наградой была Аркана на Врейс Кинга. Ранее ее можно было получить только в батлпассе 2020 года. Поэтому многие фанаты героя, которые пропустили тот самый батлпасс, были в восторге от этого сундука. Во-вторых же, волна банов. Да, прямо в день начала холодрыжества валвы забанили тысячи смурф-аккаунтов. Зайдя в доту, игрок получал подарок. И если ты вел себя хорошо, ты получал какую-то шмоточку от этого подарка. И чем выше была твоя порядочность, тем лучше вещь ты получал. Мне, как сейчас помню, дали ключ как раз-таки для вышеупомянутой сокровищницы. Ну, а если ты отдавал свой аккаунт для буста, или же сам занимался смурфингом, то ты получал вот такой вот уголюк. Это был бан. Да, буквально сундук с перманентным баном, прикиньте. Думаю, это был реально очень приятный подарок для всех порядочных игроков. Следующий важный момент касается конфетной лавки. Не знаю, как вы, но за все четыре акта я не выбил оттуда ни одной Арканы. И если ты такой же счастливчик, как и я, то добро пожаловать к тестикам. А сюда без Арканы ты точно не уйдешь, особенно сейчас. Ведь там стартовал новый ивент, Черная Пятница. И в честь этого сюда завезли новую порцию сундучков. Один из таких называется Оптовый Закуп. Его особенность в том, что за одно открытие ты можешь получить сразу несколько шмоток. Я открыл его 10 раз, и зацените мои самые успешные открытия. С четвертого мне выпала Аркана на Террор Блейда. Ну, а на девятое открытие я выбил Аркану на Течиса. И вот такую вот прикольную голову на Вайда. Можете ли вы представить, чтобы вам за 10 открытий выпало 2 Арканы из лавки конфет? Я не думаю. А на тесте это возможно, причем гораздо дешевле, чем в Стиме. Ну, а если тебе и этого мало, то держи сундук под названием Тайный Маркет. Это мультификс сундук, а значит тут ты гарантированно получаешь 3 шмотки за одно открытие. Тут вот я вывел пачку вот таких вот сочных имморталок. Да, они недорогие, но была еще и вот такая вот пачка подороже, с косой некра. И вот это уже другое дело. А еще на тесте появились офферы. И лично я пополняю счет только через них, потому что это просто выгодней. Выбираешь подходящий тебе оффер, и деньги за покупку оффера возвращаются на счет тесте. А остальное получаешь как подарочек. Я вот лично пополняю через вот этот оффер. В общем, ставь видео на паузу, вводи мой промокод, получай бонус к пополнению на 10% и в подарочек сундук с топовыми вещами. Переходи по ссылочке прямо сейчас, активируй мой промокод, получай бонус и сундук и возвращайся смотреть видос. В-третьих, большое количество нововведений в сам клиент. Всякие приятные мелочи типа таймера, телепорта, рун, индикаторы опыта и прочие ништяки. Ну и в-четвертых, из-за чего это хладрыжство вообще запомнилось каждому, это глобальный патч 7.35. Описывать его я не буду, потому что он был просто огромен. Но сам факт, вместе с рождественским событием и новым сундуком, и волной банов, и нововведениями клиента, Valve умудрились выпустить еще и колоссальных размеров патч. И теперь вопрос, будет ли все так же круто в этом году? Честно говоря, я очень сомневаюсь. Почему-то мне кажется, что все два с половиной человека в Valve очень устали от павшей короны, и выпускать еще одну крупную обнову спустя такой небольшой промежуток звучит как фантастика. Ну а давайте подумаем, что же Valve все-таки могут сделать. Оптимистичный вариант это новый сундук, новая волна банов и патч 7.38. Реалистичный вариант это повторный запуск в мега-трежерке из прошлого года. Ну типа зачем делать новое, если можно завязать в старый? Он же так и так типа новогодний, поняли? Ну и совсем пессимистичный вариант это ничего. Ну просто ничего не выпустят и не будет никакого холодрыжества. Потому что у нас и так уже есть вкуснейшая павшая корона и две действующие коллекторки. Тут можете написать в комментариях, какой вариант по вашему мнению наиболее реалистичен. Однако же не могу не упомянуть еще одну крутую деталь прошлого холодрыжества. Примерно за сутки до его начала Valve выпустили в своем официальном блоге вот такой вот пост. Это был небольшой стишок, в котором были жирные намеки на то, что будет в грядущем обновлении. К примеру, в предпоследнем четверостише почти прямо говорится, какие предметы будут удалены. Аквила, Титан Сливер, Пента Эдж. Все это действительно было удалено из игры всего лишь спустя сутки. Будет достаточно прикольно, если в этом году Valve вернут некоторые из этих нейтралок обратно в пул предметов. Ну и если в официальных новостях мы снова с вами увидим стишки или какие-то другие тизеры, то это будет значить, что грядущих холодрыжцев все-таки будет и выйдет оно спустя сутки. И будет оно таким же крупным вместе с патчем. Так что ждем. Теперь же я хочу поговорить с вами о наполнении будущей трежерки, если она конечно же будет. Тут ситуация на самом деле очень интересная вышла. Обычно Valve заранее объявляют о том, что открыт набор сетов для грядущего события. Однако же в последний год Valve не объявляли вообще ничего. Но комьюнити продолжает делать сезонные сеты чисто как бы по инерции, они чувствуют. И собственно грядущий новый год не стал исключением. Если полисать к мастерскую, то там можно найти очень много тематических сетов, которые явно делались для будущей рождественской трежерки. Вот например есть такой сетик на Траксу, очень прикольный сетик на Расту, у которого в руках Айрон Брэнч, а в Кушине сидит ребенок, который подозрительно похож на Бэйби Инвокера. Ну это типа Крампус, если вдруг кто не понял. На Мипо есть еще вот такой вот сетик, тоже с рогами и тоже новогодний. Еще один сет на Траксу, тоже с рогами, но тут еще и копыта добавили. Вообще странно, такое ощущение, что рога это основной атрибут рождества в доте. Вот еще Дарксир есть рогатый и на удивление очень вайбовый сет на котла. Навесить на него эффектов и редкая награда для трежерки готова. Для любителей Марси есть еще вот такой вот новогодний сетик, а для любителей Мипо игроки сделали еще и вот такой вот сет, который превращает Мипо в что-то типа Зимнего Циклопа. И это только маленькая часть из всех существующих сетов. Я это все к чему? Контента на целый сундук игроки уже хоть как сделали, их там вот просто дохренище. От Valve будет требоваться только навесить на них партиклов и засунуть все это дело в сундук холодрыжества. 90% всей работы игроки уже сделали. Так что очень надеюсь, что в этом году мы получим хотя бы обычный сундук. Не обязательно даже мега сундук. И если он все-таки выйдет, то купить его будет выгоднее всего через мой сервис пополнения Стима. У меня там самая низкая комиссия, которая почти полностью исчезнет, если вы используете мой секретный промокодик. Не верь мне на слово, зайди на сайт, введи его и посмотри сам, какая комиссия будет. Ссылка, конечно же, в описании. Следующий важный момент, который косвенно подтверждает выход холодрыжества в этом году, это Dota+. Смотрите, какая ситуация. По идее, Dota+, обновляется 4 раза в год. То есть в начале каждого сезона года. Обычно это 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря. Однако в последнее время Valve либо вообще не обновляют Dota+, и скипают целые сезоны, либо же обновляют его с достаточно большой задержкой, встраивая эти обновления в какие-то более крупные обновления. Последнее обновление Dota+, было этой весной. Лето и осень, видимо, выпали из-за павшей короны. Так вот, весной, 6 марта, Valve извезли новую сокровищницу за очки Dota+, вместе с обновлением лаборатории Доты. А еще до этого, Dota+, обновляли как раз-таки прошлой зимой, в том самом холодрыжестве 2023 года. Там они просто завезли 2 новых сетика для Dota+, и не более. Но тем не менее, они не забыли про Dota+, хоть и выпустили это обновление для Dota+, с достаточно большой задержкой, аж 15 декабря, вместе с вышеупомянутым холодрыжеством. Отсюда вытекает следующий вывод. Прямо сейчас у нас декабрь, Valve все еще не обновили Dota+, а это значит, что они, как и в прошлом году, обновят его вместе с новым холодрыжеством. Как вы поняли, Valve не особо любят выпускать такие мелкие обновы сами по себе. Обычно их встраивают в более крупные обновы. Ну а еще, отсутствие обновления Dota+, в декабре, может значить то, что его просто-напросто не будет. Не будет вообще. Да, такой вариант вполне возможен, ведь этим летом и этой осенью Dota+, тоже не обновляли из-за павшей короны. А она как бы все еще идет. Так что тут на 100% сказать трудно, но как обычно, я надеюсь на лучшее. Всем здорова, это Самовар из будущего. Короче, пока монтировался этот ролик, Valve выпустили мини-обнову 5 декабря, в который исправили некоторые ошибки и все-таки обновили Dota+. Однако это трудно назвать полноценным обновлением Dota+. В самой новости они об этом не написали, и в принципе нигде это не огласили, что подписка и ее содержимое там было обновлено. Они не добавили ни сейтиков, ни сокровищниц для подписчиков, абсолютно ничего. То есть обычный игрок вообще никак бы не узнал, что Dota+, вообще обновили. Только благодаря датамайну мы знаем, что Valve добавили туда новые даты начала и окончания зимнего сезона, ну а также завезли новые реплики для колеса чата и прочую чепуху. Не знаю, короче, можно ли считать это за полноценное обновление Dota+, но пока что есть чувство, что выход холодрыжества под большим вопросом. Потому что если бы оно планировалось, то скорее всего Valve бы обновили Dota+, вместе с ним, как в прошлом году. А вот патч 7.38 мы все еще можем ждать в этом году. Ну а что вы, друзья, думаете касательно нового холодрыжества? Когда оно выйдет и выйдет ли оно вообще? Пишите в комментариях. А также не забывайте пополнять свой стим через мой сервис пополнения стима с самой низкой комиссией по ссылочке в описании. Ну и конечно же не забывайте тыкать колокольчик и залетать в мой паблик ВК, где мы публикуем самые свежие новости из мира доты, сливы, мемы и все такое. А еще в телегу мы по ссылочке в описании, не забывайте залетать, там я тоже публикую всякие интересности. Ну а у меня на сегодня все, друзья, еще услышимся!